Что вы здесь репетируете? Вагнера. О, скучище какая. Оказалось, даже аномальная жара не помеха, когда речь идет о просмотре любимых советских фильмов, да еще и бесплатно. Живет такой парень, Волга-Волга, девчата. В парке Изумрудном поздравить барнурцев с Днем России решили ежегодным кинопоказом. А ты раньше уже смотрела советские фильмы? Да. Они очень интересные. Как вам вообще идея? Вот кинотеатр на свежем воздухе. Отлично. Мне кажется, еще к чему-нибудь прикрыться вообще отлично было. Чтобы не так жарко было, потому что погода очень хорошая, светит солнце. И несмотря на то, что вроде рядом деревья, солнце все равно попадает, задумка очень интересная. Советские фильмы это всегда было здорово. Даже наши поколения их очень любят. У меня телевизора нет, и я просто счастливую, и пинок изматриваю. В прошлом году не были на таком открытом показе? Не был. Не повезло мне. Сейчас классно. Приехал на свежем, посмотрел, что такое синий. Очень интересный. Экран бы побольше только. И можно детские еще какие-нибудь, чтобы при 10 дней отдохнуть. Им больше все равно детские понравятся, чем старинные. Правда, вместо удобных кресел – поддоны или свои пледики. Для желающих утолить жажду – кулер с водой. Скромно, без особых прекрасно, зато необычно для жителей города. Планируем в дальнейшем сделать какие-то, может быть, тематические вечера просмотра фильмов. И сделать как цикл каких-то вот таких мероприятий наших, программ парка, как кино на траве. Каждый человек должен прийти в парк «Изумрудный» и найти занятие себе по душе. И не потратить при этом совершенно никаких денег. Мы к этому стремимся. Несмотря на жару, кинотеатр на свежем воздухе посетило около 200 человек. Теперь в «Изумрудном» всерьез задумались над тем, чтобы проводить такие показы чаще, а не только в День России. София Ценко, Алексей Фризин. День с толком.